МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это итоги недели на канале ННТ. И я, Мурад Ахмедов. Территория Кизляра сдала. Мой труп, мой труп, тоже с ними, мы его с ними. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 11 июня предместье Кизляра на берегу рек Прорва и Таловка неожиданно стало ареной противостояния. Конфликт возник между простыми дагестанцами и представителями соседней республики. На приграничную территорию прибыли спецподразделения и соседние Чечни, которые сопровождали визит спикера парламента соседей Магомеда Даудова, приехали на место для переговоров и представителей властей Дагестана правительственная делегация во главе с руководителем администрации главы нашей республики Владимиром Ивановым. Вопрос в территории нет спорта. Мы понимаем, что это дорога, которая служит Дагавтодор. Поэтому предлагаем в рамках закона между Дагавтодором и Дагавтодором сегодня проговорить все моменты по установке знака. Объяснять людям, где, что и что в рамках закона. Дагестан, чечен, чечен, это два народа близких, и делить нам на самом деле больше нет. Никогда жизни между дагестанцами и чеченцами из-за земель, как я помню, ничего не было. Исторически. Исторически. Оперативно подтянулись туда и дагестанские силовики, стремившиеся не допустить эскалации конфликтов. Поводом к такому недружественному событию на границе двух братских республик стала установка и последующий снос обыкновенных дорожных знаков. Так сложилось, что долгие годы никто и не знал, что часть дорожного полотна проходит по территории соседней республики. Поэтому горячие головы, не разобравшись ситуации, демонтировали знаки с надписью «Шелковской район» в тех местах, где их десятилетиями не было. Причем прямо в день их установки. С одной стороны, вроде бы бытовое хулиганство, выходка молодых ребят, спровоцированная рассылкой ватсапе, спонтанные действия молодежи, неискушенные в тонкостях приграничных нюансов. С другой стороны, почти спецоперация – военизированная колонна до зубов вооруженных людей с сопредельной территории, сопровождавших визит спикера парламента соседнего региона, который на эмоциях сделал много громких заявлений. Если бы мы вот такое позволили бы себе, разве кизлярцам, разве дагестанцам это понравилось бы? Молодые люди думали, что они якобы вырывают этот знак из территории Дагестана. Если вы так думали, я обращаюсь к этой молодежи. Ребята, вы не правы. Чтобы меня кизлярцы слушали. Ни один чеченец никогда в жизни не перешагнул территорию Чеченской республики, нас в территории своих соседей, братьев, и не перешагнул. Но в Дагестане еще живы воспоминания о другом. Кизлярцы помнят те трагические дни, когда в их город явились непрошенные гости под той самой дороги, на которой сейчас установлены эти знаки. Это трагические страницы нашей общей истории. Печальное наследие безответственных политиков прошлого, за которое нынешние поколения ответственности никак не несут. Но уроки истории, тем не менее, помнить надо. Те скорбные дела давно в минувших лет вспоминаются и сейчас, когда Дагестан готовится отметить 20-летие разгрома боевиков, вторгнувшихся в республику со стороны Чечни, в Цумаде, Ботлихе и Навалаке. Это был час мужества, момент истины, время испытаний, и дагестанцы показали себя достойно. Межнациональные отношения – одна из самых болевых тем и в век информационных технологий. Очень легко раскачать ситуацию и подогреть обстановку даже одним неверно сказанным словом. Надо помнить об этом всем, и простым людям, и тем более политикам. В сложившейся ситуации вопросов, конечно, больше, чем ответов. Двусторонняя парламентская комиссия по уточнению границы должна была четко определить все спорные участки и провести, прежде всего, информационную, разъяснительную работу среди людей. Нужно было упредить все возможные негативные последствия и разного рода провокации. Кто мешал сначала разместить на месте информационный щит, разъясняющий людям, где на самом деле проходит граница? А ведь провокаторы только и ждут удобного момента, чтобы вбить клин между народами, используя любую возможность. Есть и еще один серьезный и актуальный вопрос. Зачем соседям под покровом ночи понадобилось вдруг устанавливать дорожные знаки без уведомления дагестанской стороны? На трассе, которую всегда и сейчас обслуживает Дагавтадор? На дороге, ведущей из Дагестана в Дагестан, небольшой участок, который проходит по территории, закрепленный кадастром за соседней республикой? Предельно корректно, но жестко высказался по этому поводу глава Дагестана Владимир Васильев. Я еще раз заявляю, пока я здесь работаю, ни один метр территории не будет кому-то не было передано. В одностороннем порядке. Они установили знаки на своей территории. Но при этом мы просим, чтобы они с пониманием отнесли, что часть нашего населения восприняла это по-другому, не как знаки, а как наступление на наши территориальные интересы. Этого нет и не будет. Я об этом говорил. Отреагировала глава соседней Чечни. Я благодарен главе Дагестана Васильеву Дагестану за правильный подход, за правильные слова. Мы больше не хотим ни с кем развивать, воевать. Мы хотим дружить, в братстве жить. Поэтому я говорю, мои дорогие, мои дагестанцы, братья и сестры, не поддавайтесь на всякие провокации. Совершать недальновидные поступки и заниматься вандализмом, ставя под удар братские отношения двух регионов и народов, конечно же, недопустимо. И претензии соседей вполне можно было бы считать обоснованными, если бы не та форма, в которой они были выражены. Визит на границу с Дагестаном был обставлен как съемки американского блокбастера и больше был похож на сеанс устрашения людей. Камуфлированные джипы, много оружия и экипированных спецназовцев, разговор на повышенных тонах. Но горцев напугать невозможно, что они в очередной раз доказали. Ты это снимаешь? Да. Через мой труп. Через мой труп, твой труп. Мы тоже с ними, мы его с ними. Остается надеяться на то, что нашим народам и элитам хватит мудрости преодолеть эту неприятную ситуацию, вынеся из нее главный урок. Разговаривая с позицией силы, нельзя говорить о мире и тем более о братстве. Какие бы провокационные действия не совершались на границе, именно задача властей с обеих сторон не допускать дальнейшего нарастания напряженности. Но для этого нужно решать все по закону и быть в прямом контакте с людьми. А шумные визиты и угрозы из уст высокопоставленных чиновников, увы, никак не могут послужить укреплению мира между народами. В данный момент ситуация, осложнившаяся после установки дорожных знаков в пригороде Кизляра, нормализовалась. Сейчас с каждой стороны границы установлено по три информационных знака, обозначающих направление движения и принадлежность территории. Сотрудники правоохранительных органов несут дежуство рядом. И к другим темам. В пятницу в Дагестан с рабочим визитом прибыла представительная делегация Федерального Кабмина во главе с первым заместителем председателя правительства России, министром финансов Антоном Силуановым. В аэропорту гости осмотрели разработанный серийный образец многоцелевого четырехместного самолета МАИ-411, дальность полета которого составляет 1500 километров. По словам гендиректора концерна КЭМЗы Брагима Ахматова, самолет прошел испытание и получил сертификат летной годности единичного экземпляра воздушного судна. Там же первому вице-премьеру рассказали о строящемся терминале международных линий и развитии маршрутной сети. Ну а сразу после этого гости республики провели встречу с представителями малого и среднего бизнеса. Среди участников совещания в Доме дружбы были главы регионов СКФО, бизнесмены и представители профильных министерств. По словам главы Минфина России, такие площадки нужны для того, чтобы донести до субъектов информацию о возможностях, которые перед ними открывают нацпроекты. Без общего понимания, как будет взаимодействовать федеральный центр, регионы, предприниматели, невозможно реализовать те цели, которые поставлены президентом перед нами, перед страной на предстоящие годы. Поэтому такие встречи очень важны с точки зрения послушать обратную связь. О своих проблемах многие участники рассказывали досконально. Предприниматели интересовали не финансовые меры поддержки в развитии бизнеса, а здоровлении конкурентной среды в банковской сфере республики. Совещание проходило в живой форме. На каждый вопрос бизнесмены получили ответы от главы Минфина. Проблем у нас очень много. Нам хотелось бы, чтобы у нас были такие же условия работы, как имеют, допустим, хотя бы Китай или же турецкие принимают. У нас нет таких условий ни по доступу к финансовым средствам, ни по ценам, по продукции и так далее. Мы же для всех субсидируем процентную ставку. Еще раз повторюсь, у нас есть программы по акселерации, есть программы по доступности кредита, доступности финансовых ресурсов. Но это же все касается. И у нас задача, цель нашего национального проекта заключается в том, чтобы как можно больше получило предприятий малого бизнеса таких мер поддержки. Кроме прочего, в ходе совещания глава Минфина России предложил открыть отделение МСП Банка на Северном Кавказе. По его словам, необходимость кредитного учреждения по поддержке малого и среднего бизнеса в регионе назрела давно. Однако вопрос был поднят после того, как один из местных предпринимателей заявил, что пользуется кредитными гарантиями Красноярского МСП Банка. Артем Сдунов поддержал идею открытия в регионе отделения банка поддержки малого и среднего предпринимательства. Республика СКФО демонстрирует лучшие результаты по показателям рождаемости. Так, согласно данным Росстата, в 2018 году лидерами стали Чечня, Дагестан и Ингушетия. Высший показатель демонстрирует Чеченская республика. Там в минувшем году родились 30 тысяч детей. Следом идет Ингушетия, затем Дагестан. В прошлом году в нашей республике появилось на свет больше 48 тысяч детей. Всего в России родилось более полутора миллионов человек. В то же время в целом уровень рождаемости в стране снизился более чем на 5%. При неближении правилами безопасности или несчастный случай на неделе в Махачкалинском морском порту в машинном отделении танкера произошел взрыв и вспыхнул пожар. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Позже стало известно, что жертвами происшествия стало три человека и еще три пострадали. Наша съемочная бригада посетила их больницы. Слово Патима Транапова. Взрыв произошел ранним утром во время перекачки нефтепродуктов. Трагедия унесла жизнь троих моряков. Еще столько же с различными травмами и ожогами госпитализированы. Состояние одного из пациентов врачи оценивают как крайне тяжелое. Мужчина находится в реанимации. У него более 90% ожогов тела. Составляет прогноз с ожогом больным это дело неблагоприятное, но состояние больного, который находится в реанимации, крайне тяжелое, конечно. 95% ожога, сами понимаете. Второго 10% там в средней степени тяжело, там нормально все. Третьего больного с ушибами, множественными ушибами тела и ссадиным уложен, он находится в травматологии. Открытый пожар спасателям удалось вовремя остановить. Однако полностью ликвидировать его мешает слишком высокая температура внутри машинного отделения. Для охлаждения емкости с нефтью проводится проливка судна. По словам специалистов, угрозы разлива топлива нет. Никакой угрозы, что разлилется нефть, повторные что-то выбросы будет. На данный момент распространение пожара по трюмам, по отсекам предотвращено. Происходит горение в машинном отделении. Сложность тушения пожара представляет, что там внутри пока высокая температура и сам процесс тушения из-за этого он проходит, скажем так, медленно горит. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства случившегося. На месте работают сотрудники Южного управления Следственного комитета. Пока известно только то, что по прибытию на место пожарные обнаружили возгорание внутренних конструкций и силовых кабелей. Патимат Ханапова, Гаджи Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется в столице республики. В Махачкале уже ведется реконструкция улиц. Срок реализации нацпроекта – 2024 год. До этой даты автовладельцы и пешеходы должны ходить по ровному и качественному асфальту. Но всегда ли ремонтные работы ведутся качественно и с учетом мнения людей, это узнавали наши коллеги. Ремонт улицы Абдул-Мирзаева идет ударными темпами. Техника в полной боевой готовности. Уже идет укладка асфальта. Работает каток. В 2019 году национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовал в 83 регионах страны. В задачи проекта также входит и контроль за качеством дорожных работ. Но вот если кураторы явных нарушений не видят, то бдительные местные жители замечают буквально все. Мы оставили заявку в Махачкаловом канале и они конкретно не сказали, когда бригада будет, когда это все будет делать. У нас вода с водопроводной трубы просачивается наружу и течет по улице. И по этим лужам, проложению асфальта, мы знаем по технологии, сколько он будет служить. И вот несколько раз, уже несколько лет это место мы вызываем, делают, копают и никак дома не доводят. Установка асфальта по национальной программе – это хорошо. Снижение качества аварийно-опасных участков на дорогах Махачкалы безусловно важно. Но вот проведение работ с учетом мнения и пожеланий рядовых людей – это, пожалуй, тоже необходимость. Это же не серьезно, это же сколько можно. Уже не один раз это, несколько раз это было. Сейчас тоже вот асфальт стелят, не знаю, под лужей, она будет держаться разве? Несерьезно, честно говоря. Срок завершения работ по укладке асфальта заканчивается 20 июля. Но до тех пор, пока есть нарушения с канализацией, дело не сдвинется с мертвой точки. Последнее слово остается за городоканалом. А то и вправду, асфальт на воде – это ненадолго. Камиль Девятов, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Отправиться в Турцию без пересадок. В аэропорту столицы Дагестана презентовали новый маршрут – Махачкала-Анталья. Накануне в аэропорт прибыл самолет Boeing 737 авиакомпании Azure Air для того, чтобы доставить пассажиров на крупнейший курорт Турции. Первый рейс был выполнен практически со стопроцентной загрузкой. Чартерные рейсы запланированы на весь летний сезон. Цены варьируются от 10 до 20 тысяч рублей за билет в одну сторону. Авиакомпания Azure Air пошла дальше в сотрудничестве с нами. И они готовы по запросам туроператоров организовывать любые новые авианаправления. То есть там, где будет потенциальная загрузка, там, где будут проданы туры, это может быть любое направление. Не только Анталия, это может быть Бодрум, не только турецкие направления. Любые другие направления, которые будут интересны нашим пассажирам, нашим туроператорам. Напомним, совсем скоро из Махачкалы откроется еще одно новое направление авиаперелетов. В столицу Грузии, город Белисси. Накануне в Каспийске прошла торжественная церемония закладки капсулы в честь начала строительства резервного центра обработки вызова системой 112. Центр будет расположен на базе городского управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и введен в эксплуатацию в ноябре текущего года. Открытие центра позволит не только усилить оперативное реагирование на ЧАЭС, но и позволит создать новые рабочие места. А в случае выхода из строя основного центра обработки вызовов, сигналы о помощи со всей территории республики будут принимать именно в этом центре. Поздравляю всех Каспийчан с праздником, с новым зданием, с реализованным. И это новые рабочие места, кстати говоря, для города. Мы не зря выбрали город Каспийск, потому что мы знаем, что последние 5-6-7 лет город Каспийск занимает первые места по линии обеспечения безопасности, по линии Партина региона, так по линии РЧС, по МЧС России. Поэтому было принадлежение и у поскольку город Каспийск. Лето в разгаре, а люди остаются без воды. На протяжении нескольких месяцев жители микрорайона Караман-2 вынуждены покупать воду в магазинах и ждать, когда к их домам подъедет водовоз. Терпение у людей на исходе. Местные жители вышли на митинг к зданию администрации. Камиль Девятов с места событий. Нет воды тоже сколько дней уже. Как жить без воды? На этот вопрос найти ответ сложно. Жители микрорайона Караман-2 оказались весьма затруднительным положением. Дело в том, что вот уже второй месяц, как в их дома перестала поступать вода. Как жить без воды? Я не знаю, у меня в бачке чуть-чуть. Потому что набираем баклажками. Этими всеми то, что есть, набрали больше. Вот уже безвыходное положение сегодня уже вышли. Проблемы с водой длятся не первый день и даже не первый год. Как утверждают местные жители с 2014 года, с наступлением летнего сезона вода в кране исчезает. Люди готовы перекрыть дорогу. Терпение на исходе. Как лето начинается, сезон лета. Все, нет воды. Проблемы у нас с водой. Не купаться, не стираться, не посуду мыть. Никакого желания нет. Ничего делать. Даже элементарной готовки еды не можем делать. Так как отсутствует вода. Неделю обещают, через неделю вода будет. Неделя проходит, вообще ничего нет. Месяц проходит, воды нет. Они обещают. Через неделю будет, через неделю будет. С наемец обещают. Администрация микрорайона понимает, что так долго не может продолжаться. Вопрос решается, но не так быстро, как этого хотят местные жители. В беседе с нами председатель правления садоводческого общества рассказал о причинах отсутствия воды в домах у карамчан. С утра был у замглавы администрации Новосковой района, у Алика. Ему на той неделе Айдеев Хаже получил, дал указание. За две недели решить, получил вопрос. Но, однако, ничего не сделано. Сегодня он говорит, ну, я что могу делать, там, 200 тысяч стоит, это насос. Насос, выехали, он задвижки, говорю, там поставил до золотой вилки, чтобы к ним заходить на берег, чтобы у нас вода была. Но ничего не сделали. И сегодня он говорит, это от нас не зависит. Но сейчас я чем могу делать, помочь? Я ничем не могу помочь, потому что у них своя грязная компания, фирма, которые вода проводят. Как выяснилось, решить вопрос подачи воды можно за 250 тысяч рублей. Необходимо купить насос, который будет качать воду в дома людей. Местным жителям пообещали в скором времени решить эту проблему. Камиль Девятов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И о делах благородных. Сдай кровь, спаси жизнь. Для неравнодушных людей это не просто девиз, а призыв к действию. В Махачкале прошла акция, посвященная Дню донора. В мобильной станции переливания крови врачи ожидали тех, кто не против поделиться частичкой себя и дать шанс другому человеку на выздоровление. Зумруд Гамидова продолжит. К передвижной станции переливания крови с самого утра большая очередь. Студенты, общественники, работники предприятий приходили сдавать кровь целыми коллективами. После всех процедур добровольцы получают сувениры и дополнительные выходные на работе. Но для большинства, кто поделился своей кровью, главной мотивацией становится не это, а желание помочь. Я не знаю, помогать всегда, постоянно нуждаются в последнем время. Аварий много, нуждающих много, наверное. Особенно не хватает доноров с редкой группой крови. С такими людьми на станции переливания держат связь и приглашают при необходимости. Думаю, моя же кровь в четвертую группу положительная, немножко она редкая. И очень часто нужно бывает детям, больным раком, тромбоциты переливать. И поэтому хожу, сдаю. Многие здесь бывают регулярно, зная, как часто нужна донорская помощь для спасения людей. А некоторые пришли впервые, как по тематах Медова. Сдать кровь ей не позволили годы. Максимальный возраст донора – 60 лет. Хотела первый раз сдать. Не взяли с возрастом. Если бы постоянно сдавали, взяли бы, говорят. И сейчас приходится отказаться. Хотела доброе дело сделать. Что поделаешь, хоть невестка, она хоть пусто сдаёт. Помимо волонтёров, к добровольцам присоединился и мэр столицы Салман Дадаев. Как и все доноры, градоначальник прошёл всё обследование, заполнение документов и медицинский осмотр. В подобного рода акциях он участвует регулярно. На самом деле, я когда узнал, что у нас в День донора организованы такие пункты, и что у нас очень много людей, горожан приходят сдавать кровь для того, чтобы поддержать нуждающихся в этом, я тоже решил быть солидарным с нашими горожанами и поддержать и их, и их инициативу в первую очередь. Ну и, конечно, помочь тем людям, которые в этом нуждаются. И я бы даже хотел, чтобы конкретно меня как донора закрепили за определённым нуждающимся, что в случае необходимости, вот я знал, и они знали, что вот моя кровь ему подходит. Как самочувствие? Нормально. Акция проходит уже 8 лет, и с каждым годом участников становится всё больше. Мы сдаём кровь. Это самое главное сегодня, что мы можем сделать для того, чтобы спасти кому-то жизнь. А кровь, она нужна всегда. Не бывает нужная кровь, особая группа крови, не особая группа крови нужна всегда. Помимо этого, регулярно у нас проводятся такие же аналогичные донорские акции, когда мы, ну, вне зависимости от даты в календаре, приходим, сдаём кровь, опять-таки, информируем население. Мероприятие объединило сотни горожан, а после наверняка их список пополнится. Но начать делать добрые дела можно не только в значимые даты. Станция переливания крови работает круглый год. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин